Всем привет! Это продолжение подкаста «Спортный день за днём» с чемпионатом мира в Катаре. У нас всё те же. Я, Тимур Валеев, Дима Нечапаренко и Ваня Житков. Думаю, все под впечатлением от матча-открытия, который... Ну, не знаю, давайте начну. Я просто не получился. Я, честно говоря, такого отвратительного матча, в принципе, за то время, что я вообще смотрел когда-либо матч чемпионата мира или Европы, но я такой плохой игры никогда не смотрел. Потому что, ну, у Катары не получилось вообще ничего. Казалось бы, сколько там, 14 лет подготовки к турниру, вроде бы правильные вложения в академии, в детско-юношеский футбол. Грубо говоря, всех вот этих игроков, которые сегодня вышли против Эквадора, их вырастили там с нуля, ну не с нуля, там с детского возраста подвели, может быть, там правильно, неправильно. В общем, все, можно сказать, жили ради этого матча, и в итоге большой и громкий пук получился. Просто, ну, я не знаю, в моем понимании мастерства сильно не хватало на фоне Эквадора, из-за чего даже сложно оценивать именно уровень Эквадора. Может быть, у вас другое мнение сложилось? Дима, начни, пожалуйста, что ты думаешь по этой игре. Ну, смотрите, я сказал следующее, что мы складываем в понятие мастерства, в данном случае, я думаю, психологическая подготовка, это тоже часть мастерства. Поэтому, если мы говорим о нем, то, мне кажется, прежде всего, это была проблема с психологией, с переответственностью. И, возможно, то, о чем ты говорил сейчас, Тимур, что 14 лет готовились, и, возможно, момент, когда люди вышли, там, не знаю, утром на завтрак и поняли, что все, вот это их ждет уже сегодня, уже не будет, там, не знаю, может быть, будет послеобеденный сон небольшой. Но все, как бы этот день наступил, и мне кажется, в этом была главная проблема. Потому что, если даже посмотреть на Феликса Санчеса, я могу сказать, что я первое, что увидев его, подумал, что как же он напряжен. Я даже скажу, мне кажется, к концу первого тайма ему стало даже уже легче, потому что проблема, мне кажется, конечно, что Катер, наверное, уступает в мастерстве Эквадору, я не буду с ним спорить. Но то, что все-таки эта команда, ну, не знаю, наверное, все мы видели ее, и когда она выигрывала Кубок Азии, и когда она играла на Копе Америка, когда их пригласили, вполне смотрелось. Арабский Кубок в прошлом году я был на этом турнире, играл тот же самый состав в полуфинале с Алжиром, когда они проиграли. То есть, ну, безусловно, они даже на арабском Кубке, играя против больших, так сказать, национальностей, больших сборных из арабского мира, которые представлены были местными игроками из местных чемпионатов или арабских Ближнего Востока, они уступали, но не было такой дрожи. Здесь, я думаю, даже вопрос не в самом Эквадоре, а вопрос в ощущении того, что этот день слишком важен для всех них, для наций. Поэтому мне кажется, что в этом основная была их проблема. Наверное, даже второй тайм все-таки, как бы, конечно, очень приходится цепляться за какие-то совсем там отдельные вещи, но, в принципе, в втором тайме они вышли на второй тайм получше. Даже какие-то моменты были прессинг, когда он работал слаженно, более-менее, в конце концов, что-то могло получаться. Мне кажется, даже если бы они где-то в начале второго тайма забили случайный гол, может быть, они могли бы даже чуть-чуть что-то показать. Но, безусловно, сегодня они становились ужасно, даже если там привести пример, 15-й номер, Райли, по-моему, да его фамилия, когда забивали второй гол, ну, там можно говорить, он или второй номер ошиблись. Но, если пересмотреть этот эпизод, когда он крутится вокруг своей оси, не понимая, как занять позицию, вместо того, чтобы отскочить просто приставными шагами, это просто видно, что люди настолько зажаты, что они даже забывали простых навыков, просто, видимо, ну, это нарушило даже в какой-то степени их там координационные вещи. Поэтому, мне кажется, что по этой игре судить о том, насколько они... Вообще плохая сборная точно не стоит, при том, что я не буду говорить, что это очень хорошая какая-то сборная. Но, безусловно, провалились, да, наверное, это очень плохой матч. Я не знаю, Тимур, как матчи-открытие Чемпионат мира не бывало таких плохих матчей, или вообще на Чемпионат мира ты не был такого плохого матча за все время? Я можно вклинивать без приглашения? На самом деле... Пожалуйста, Ван. Да, да, об этом вот тоже думал про то, что сказал Тимур, что если говорить о худших матчах-открытие именно, то, ну, ЮАР Мексика в 2010 году был намного хуже именно с точки зрения подачи от хозяев. Я абсолютно... Ну, я думал, что я с Димой буду спорить, как всегда, но тяжело это делать, потому что я совершенно могу присоединиться к мнению, что это был стресс. И вот эта вот подготовка 14 лет, вот эти вложения 14 лет, ну, это может быть как плюсом, так и минусом. Сегодня они просто легли камнями, и видно было, что команда просто находится под диким напряжением и просто забывает элементарные вещи. Пытается трепыхаться, пытается... Ну, они вот вначале, как они начали? Я посмотрел внимательно, что они сделали после розыгрыша с центра. Два раза они потом еще применяют. Они раз, сразу вперед, сразу вперед, сразу подсознательно, все равно подальше, но подбора нету. К защитнике, когда вот во втором тайме, то, что Дмитрий говорил, что у них там прессинг наладился, и все. Когда перестали вот эти крайние перерастать к центральному одной линии, у них сразу и какие-то элементы контр-игры были. И на мяче они видно же, что они команда обученная, да, что они этому учились. Они учились в культуре обращения с мячом, они учились в культуре владения мячом, игры от себя. И, в принципе, они это и показывали на азиатском кубке, на вот этом вот кубке арабском, который Дмитрий упомянул. И это у них, в принципе, какие-то вещи у них получались. Нет, я бы не стал говорить, что это очень слабая команда, хотя, безусловно, она и не очень сильная. Но то, что был хуже матчей, в том числе в исполнении хозяев, это совершенно точно. Они хотя бы были сильнее сборной ЮАР в 2010 году, ну, для тех, кто видел и может сравнивать. Интересно, что у меня по 2010 году от сборной ЮАР сложилось чуть-чуть лучше впечатление, чем сегодня по Катару. А что касается мастерства сборной, мне кажется, конечно, часть мастерства, в том числе и психология. Но, как мне кажется, даже насколько бы психологически вы не сломались, вы все равно откатываетесь, как мне кажется, на некого базового минимального уровня мастерства, ну, в плане технического, физического, когда вы можете хоть что-то показывать. Но Катар, в итоге, мне кажется, сегодня не получилось именно просто банально играть в футбол. Не знаю. Тимур, можно вставить? Да, конечно, Дима, давай, давай. Нет, нет, просто была структура, все-таки у нас не такая, как у Катара в этом матче. Поэтому и спрашиваю. Просто смотри, вот взять Будиап, по-моему, 12 номер. В принципе, игрок довольно техничный. Но, посмотрите, даже во втором тайме уже вроде как должно напряжение было спасть. Было несколько моментов, когда он принимал мяч без давления. Он должен принимать мяч сразу с уходом. Он разворачивается в три приема. Не потому, что он технически не готов, потому что, в принципе, я этого игрока видел. Тот же гол, когда пенальти был забит. Будиап бросается, оголяя зону, как бы они играют, как раз он пытается подняться, линия за ним не идет. Вот, это либо он тогда нарушает эту систему, либо линия должна выдвигаться. Получается, что такие вещи, которые, если ты знаешь команду, ну, в принципе, более-менее, я все-таки говорю, вживую их смотрел, там, четыре матча тогда. В принципе, до этого их много было. Они настолько плохи именно в взаимодействии. А здесь сказалось на всех вещах. Я говорю, доходя до того, что просто чисто координационные действия игрока нарушаются. То есть, надо понять, какой уровень стресса. Я не пытаюсь их там оправдывать. Но мне кажется, что для меня будет очень интересно, как они собирают два следующих матча. Ни в плане результата. Вполне возможно, что они проиграют обе игры. Но я имею в виду, как они смогут себя заставить попытаться показать. Но что важно сегодня, я просто еще добавлю. И для меня это даже важнее, чем то, что происходило на поле. То, что люди стали уходить со стадиона. И вот это, мне кажется, самое печальное, если честно, в отношении того. Потому что и так уж сколько там накатывают. И в определенной степени правильно, в определенной степени неправильно. Долгая тема накаток. Но когда болельщики после такого неудачной игры начинают уходить, это дает очередные поводы сказать, что туда привезли чемпионат мира. Дима, я правильно тебя понял, что ты думаешь по игре следующие два матча получатся не такими, как сегодня, да? Я не сказал этого, Димур. Я сказал о том, что мне бы хотелось увидеть, насколько они сегодня слом произошел. И, возможно, это та ситуация, когда они через такую игру могут закалиться. То есть мне просто будет любопытно это увидеть. Как люди через эти страдания до чего они дойдут. Так вот развитие или просто будут угнетены. Интересно. Ваня, ты что думаешь? Просто мне показалось, даже физически сегодня команда была не готова. То есть, ну, казалось бы, за счет чего, ну, представим, там, команды готовятся к матчу. Понятно, вы там знаете сборную Эквадора, что это команда, которая быстрая, которая будет хорошо бежать, и за счет чего вы их будете переигрывать. Вот я лично сегодня даже, ну, каких-либо намеков на то, как Катар мог бы хоть как-то зацепиться за хотя бы одно очко, но лично я не увидел. Может, Ваня, ты что увидел? Опять же, опять же, вы кулуарно знаете мою позицию. Их 14 лет учили играть в футбол. Это была Академия Спайер, которая была не просто консультирована, она была управляемой испанцами, она была подчинена испанской философии. Ее выбрали официально организационным комитетом Катара для того, чтобы продвигать футбол. Дальше встает два вопроса. Они всегда идут параллельно. Кто бы ни говорил про то, что нужно играть на победу и красиво, всегда получается либо так, либо так, если речь не идет о каких-то сверхсборных, или о странах, которые просто с футболом живут в крови всю свою жизнь. Да, действительно, ты правильно говоришь, что нужно было каким-то образом готовиться к этому сопернику, если ты уже играешь в пять защитников, или в три-пять-два, или в пять-три-два, это уже вопрос трактовки. Значит, нужно было играть в другой футбол, надо было срывать темп. Эквадор абсолютно четко понимал слабости, которые будут у Катара. Он понимал, что у них будет стресс, он не мог ничего было терять, по большому счету. Они очень хорошо действовали в самом начале игры. Они просто попытались их тупо заботать. И были всегда на мяче, на опережении, все выигрывали, что только можно. То есть первый пас шел никуда, потом, помните, архив ушел уже в глубину. После этого хоть что-то наладилось. А изначально это все... Хотя, по-моему, это является нарушением структуры, кстати. Да, это было нарушение, абсолютно верно. Это было нарушение структуры, но оно осознанно, иначе бы они просто утонули. Иначе бы они бы там эти два нападающих впереди курили бы дальше. Просто это начало второго тайма. Уже могло бы там и тримить часть, и эти четыре, сколько угодно. То есть, да, по большому счету, надо было... Я бы, если бы они поставили бы автобус, я вообще к ним вопросов не дал. Вы же знаете, я их люблю. Для того, чтобы поставить автобус, нужно уметь играть в это. Уметь его ставить. Нет, но вы 14 лет не играете в Нью-Йоркет. Да, это верно. Вы 14 лет пытаетесь играть от себя. Вы хотите быть сильнейшими в азиатском регионе. Вы хотите быть сильнее в арабском мире. Но вы попадаете на чемпионат мира, у вас есть вот этот матч, вот с этим конкретным соперником. Нет, послушайте, я просто хочу одну вещь добавить. Они не были даже на арабском клубке близко лучшей командой. Они дошли до тогда полуфинала. И я уже забыл, они по финалу играли с Египтом. Они третье место заняли или четвертое? Нет, по-моему, они четвертое заняли. Они в итоге проиграли по финалу. Но суть не в этом. Они по игре там в каждом матче уступали практически в плей-о. Вот честно скажу, как бы видя вживую это. Поэтому они в арабском мире никак не являются сильнейшей командой. Поэтому выиграли они тогда Кубок Азии. Они, кстати, тогда были, по-моему, в очень хорошем физическом состоянии, мне кажется, из того, что я припоминаю. Ну, поэтому они были очень хорошими, потому что тогда ни японцы, ни кореецы в итоге не смогли этим взять. Вот честно, я не считаю, какой у них план на игру мог быть. Потому что под давлением они не могут играть. Они все равно начинали терять мяч. Если они были бы чуть-чуть расслаблены, скорее всего, тоже было бы сложно. Поэтому, мне кажется, вообще изначально было очень сложно понять, за счет чего Катар в принципе может бороться с Эквадором. Не надо делать себя заложником принципов и философии. Надо готовиться к каждой конкретной игре. исходя из силы соперников. Извините меня за архаизм, но я ничего с этим поделать не могу. А мне кажется, Вань, ты как раз правильно говоришь, потому что по итогу так интересно совпало, что Барселона не выходит в плей-офф в Лиге чемпионов, и получается, что выбор Катара в пользу вот испанского, такого каталонского футбола оказался по сути вот такой неудачным выбором и сделал сборную Катара заложниками ситуации. Ну, а с другой стороны, понимаете, вот поймите, поставьте себя на их место, да. Вот они не только ведь готовятся к чемпионату мира, чтобы всех вынести. Они же прекрасно понимают, там очень умные люди живут, да, в Катаре. И организационный комитет тоже, вот тот же Хасан Альтавади, он очень умный человек. Они же понимают, что они не могут показать ничего больше, чем, скорее всего, как самый максимум выход в одну восьмую там с помощью Аллаха, да. А при этом они должны раскручивать футбол. Я просто знаю, как это все происходило, да. У них была задача, чтобы, во-первых, обобщить общины внутри Катары, потом обобщить там народы арабского мира, арабийского бассейна и так далее. И если мы будем говорить, да, я не очень люблю законы маркетинга, тем более я не люблю, когда они сильно влияют на футбол. Но задача у них была та, что если они получили этот чемпионат мира, они должны каким-то образом привлекать к себе внимание. Они создали команду, они более-менее вырастили неких звезд, да, тот же Аль Моэс, тот же Афиф, тот же этот десятый номер, Хайдос, да. То есть это люди, которые уже пять лет находятся на одном уровне примерно. И они играли вот в этот футбол. Если бы они ставили автобусы с Бахрейном, да, и учились бы играть только в это, ну, я думаю, что у них бы, скажем так, даже близко не случилось бы ажиотажа, который есть. И уходили бы болельщики, может быть, гораздо раньше, а может быть, и не приходили бы. То есть конфетку они бы эту не завернули бы в красивую бумажку. Другое дело, я совершенно с тобой согласен, я хочу добавить, так возможно, и развитие футбола было бы хуже. То есть, как бы, может быть, мы берем то, как мы проводим эксперимент, мы видим неудачную, на данный момент, по крайней мере, его завершение, но мы же не знаем, как примитые меры, какой был бы тогда результат. Я, кстати, здесь совершенно с тобой согласен. Странно, что я не могу сказать. Ну, странно просто брать, вкладывать деньги в Эспайр Академи, да, и при этом тренироваться, готовиться к тому, как мы будем играть с Эквадором через 10 лет. Ну, это тоже было бы неправильно, непоступательно и прогрессивно. Поэтому, я думаю, предлагаю Катар пожалеть, достаточно воздать им должное, но при этом не переоценивать. Вот о чем я хотел сказать, что мне вот их жаль, мне их жаль, хотя сочувствие сегодня они не вызвали у меня. Но жаль, да, это слово. На самом деле, Катар сделал то, что, может быть, сейчас надо делать в России, потому что Катар действительно вложился в детский и юношеский футбол по максимуму. Возможно, сделал правильный выбор с точки зрения неких долгосрочных целей в том смысле, чтобы чемпионат мира был не какой-то единоразовой акцией, а впоследствии, может быть, стал, Катар стал частным в таких турнирах. Ну, в любом случае, может быть, там какие-то высокие места, в любом случае, что сборная Катары станет не просто какой-то там... Надо, допустим, отбираться на следующие чемпионаты мира, а это огромная сложность и задача. Поэтому правильно, что надо развиваться, да. Вот. Я вот к этому как раз таки и вел, что Катар просто по несколько ступеней прошел в развитии за счет того, что просто получил путевку на чемпионат мира, право провести чемпионат мира, и теперь уже может развиваться дальше спокойно. И, возможно, действительно, на матч-открытие никто и не делал ставку, и больших трагедий в стране из-за этого не будет. Я лично очень надеюсь, потому что будет обидно услышать, скажем так, через пару лет, что Академия Спайр заброшена, после матч-открытия там катарские шейхи решили, что футбол вообще не их игра, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, ну они этого не решат, они действительно любят футбол. Кстати, я хочу сказать, что когда разговаривал со своим старым знакомым, который работал в Баварии, он имел дело, например, и с арабским миром при организации турниров, при поездках на сборы, когда Бавария ездила в Тоху на сборы, и с американцами, он говорит, что при том, что это все несколько не исконно футбольный, скажем так, кровь, ни то, ни другое, что арабам как-то больше доверяешь, что эти ребята реально любят футбол, они богатые дядьки, они приходят, они могут купить все, что угодно, они реально от него прутся. Чего нельзя сказать о американцах, для которых это just business. Ну, так это, мне кажется, ключевая разница. Одни уже просто получают удовольствие от своих денег и пытаются, все-таки у них какие-то задачи появляются выше чисто денег, а другие настолько воспитаны, что деньги являются единственной ценностью, что они никак не могут преодолеть это проамериканцев. По большому счету так. А что скажете по Эквадору? Пока трудно сказать. Ну, я вообще разделил бы матч на два, ну, как бы по большому счету два разных тайма. Первый был построен прежде всего на простых довольно действиях, вертикальной игре, при этом прессинге. В втором тайме стал проявляться уже какой-то контроль, но зачастую без продвижения, но в принципе они, мне кажется, попробовали разные два варианта как бы там в каких-то моментах. Если по персоналям, мне кажется, это один разговор в плане структурности. Она есть, она здесь хорошо работала, когда, по сути, получалось, что плавающий такой Мендес, второй над ним играет между, соединяя линии обороны и атакующую группу этот из Брайтона 23-й, как его фамилия, забыл. И мне очень понравился сегодня Эстратов, потому что он как раз между линией многое дергал, он постоянно угрожал как и получить между линией, так и открыться вторым под длинный заброс, собрать подбор. Ну, в принципе, сегодня у них все работало, но пока я не стал бы делать каких-то предыдущих выводов. По большому счету, ну, они меня ничем не удивили по сравнению с тем, что было на отборе, там было на предыдущем, последнем, пошелогоднем Кубке Америки. Ну, пока я бы постерегся каких-то не слишком хвалить, но при этом и не стал бы говорить, что типа, ну, блин, обыграли мертвый каттер, из-за этого там типа вообще не стоит о них говорить. Нормально сыграли, мне стало интереснее чуть-чуть последить за Эквадором, ну, чуть-чуть, чем это было до старта чемпионата мира, просто как раз потому, чтобы понять, что они действительно из себя будут представлять. Так, в целом, можно присоединиться к тому, что сказал Дима, что это была специфическая игра, она специфически началась, эта специфика начала продиктовала развитие матча уже до финального свистка, с контролем над ситуацией они справились, будут ли они выполнять задачи более сложного уровня после. Я от себя только добавлю небольших плюсиков в сборную Эквадора, это плюсик в том смысле, что они подготовились к турниру хорошо, это стандарты, вернее, конкретно розыгрыши штрафных таких на дальней дистанции, где-то 40 метров до ворот, которые они стабильно разыгрывали просто подачи в штрафную высокой, и это каждый раз создавало большие проблемы. Видно было, что команда готовила такой стандарт, и, как мне кажется, по ходу турнира это тоже может приносить им плоды. Обратили внимание, как это нервировало вратаря Катара, который совершил ошибку при том голе, который не засчитали? Я по поводу него и хотел сказать, потому что там вообще интересно, они как бы растягивают всю линию, потому что играет катер линии при таких фронтальных стандартах, и, соответственно, они как бы освобождают центральную зону через нее, потому что, в принципе, фронтальные эти стандарты очень сложно играть, потому что у них нет хорошего угла, но они подготовились, действительно, разрывая линию в центре, и за счет этого действительно хорошо работали. Я согласился с Ваней, который сказал от того, что вратаря нервировали, потому что приходится вратарю в такой ситуации выдвигаться, играть эти мячи, а идти нужно очень высоко, потому что забросы идут хорошо, что даже в том же моменте он как бы идет чуть-чуть не доходя площади ворот, и это самый сложный, мне кажется, для вратаря эпизод. И главное, никто не знает, и главное, они сами, сам подающий до конца в таких ситуациях, и команда, которая разыгрывает, они до конца не знают, какой будет траектория. Но вот при голе, например... Мне кажется, здесь я не согласился, подающий все-таки должен знать, куда он собирается подавать. Он знает, но он же не может рассчитать все до конца, он может захотеть подать, не знаю, в район 11-метровый, а у него улететь на полтора метра дальше, и все будет иначе. А он вылетел вот на ту, он вылетел на ту подачу уже с явным опозданием, вот представляете, что вот мы вернемся сейчас просто к тому, с чего начали, про психологию, сколько у него в голове там провернулось всего, что вот если я сейчас не выйду, скажут, что я не вышел, и его это толкнуло в спину, хотя можно было спокойно оставаться. Ну, то есть... Мне кажется, вот вратарь Эквадорцев так бы не поступал, человек опытный, уехал в Агентине рано, и как бы, мне кажется, тут вопрос такой. Тут уровень, тут конечно, но в трессовых ситуациях, уровень проявляется в стрессовых ситуациях, это тест Катар сегодня не прошел. Просто мне кажется, что они, понятно, что может быть сейчас кто-то там удивится, что я скажу, понятно, что там чемпионат мира, важнейший матч, но мне кажется, они этот уровень стресса довели сами до какого-то невероятного масштаба, просто до ненужного, до нездорового масштаба, я бы сказал так. То есть, все нужно понимать, что ну хорошо, но это футбол, но просто игра, но не нужно настолько эфирику устраивать. Ну ничего себе, просто игра. Ты вспомни, при каких обстоятельствах Катар это все развивал. Помнишь, были у них конфликты с соседями, была блокада, потом вот это сейчас вся эта история с тем, что атаки на Катар информационные, что лучше у вас здесь не было. Нет, к сожалению, этого было не избежать. И футбол здесь немножко стал меньше, чем футбол. Друзья, предлагаю подводить какие-то итоги, вернее, не то, что итоги, а постепенно запугаться, отправляться спать. Последний вопрос. Проснулось ли у вас некое такое возбуждение, которое обычно бывает, когда чемпионат мира начинается? Ну вот я с вами поговорил, чуть-чуть началось, так на самом деле пока нет. очень-очень-очень будничная история, несмотря на все вот эти драмы, которые мы сейчас описали с вами. Вот нет, ну будничный матч, реально развитие которого можно было предсказать в целом. По всей видимости, Дима согласен с тобой, и тогда что, предлагаю закругляться? Спасибо большое, Ваня, Дима. Спасибо вам большое, надеюсь, еще пообщаемся, но завтра без меня. Спасибо большое. Всем пока, продолжайте слушать наш подкаст, и оставайтесь с нами, смотрите футбол. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok